Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель онлайн-школы по личным финансам numberoneschool.ru. Вы меня в последнее время очень часто спрашиваете, Наталья, когда все рухнет? Когда уже закончится этот небывалый рост на рынках? Но сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос, возможно, немножечко занудно, но зато максимально обстоятельно. Итак, поехали. Я считаю, что коррекция действительно будет, но для этого нужно, чтобы в крупнейшей экономике мира, это Соединенные Штаты Америки, первое, отключили печатный станок и второе, начали повышать ставку. Когда это может произойти и к чему это может привести? Наверное, я отвечу сначала на второй вопрос, потом на первый, потому что по второму уже есть прецедент, к чему это приводит. И прецедент этот относительно недавний. Действительно, в 2014 году, в конце октября, ФРС заявили о том, что останавливают печатный станок, который они включили после кризиса 2007-2008 года. А в 2018 году ФРС повышает ставку аж 4 раза. Из чего я делаю вывод, что, скорее всего, регулятор и будет таким же аккуратным. И сначала отключится финансовое стимулирование, то есть сначала отключится печатный станок, и с каким-то опозданием, с каким-то временным лагом начнется повышение ставки. Я полагаю, что, наверное, это будет не через 4 года, но где-то год между этими событиями вполне себе может быть. Теперь, к чему это может привести? Если мы посмотрим на индекс S&P 500, на его динамику, с момента, когда отключили печатный станок, это был конец октября 2014 года, то, соответственно, с октября, ну, с конца октября 2014 года до конца 2015 года индекс S&P 500 особенно не прирос. То есть он был такой в боковике, были локальные взлеты, локальные падения, но в целом за год ничего. Поэтому отключение печатного станка, это, как я полагаю, все-таки, это будет некоторая стабилизация в рост, который длится уже, вот, все последнее время, конечно, сойдет на нет. Это будет некоторое болото. Легкая коррекция, небольшой отскок, легкая коррекция, небольшой отскок, но такого роста уже, конечно же, не будет. Это первое. Что будет, когда начнется повышение ставки? Ставку, если мы посмотрим на прецедент после 2007-2008 года, ставку начали повышать аж через 10 лет после того, как перешли на более мягкую монетарную политику. В 2014 году остановили печатный станок, в 2018 году начали повышение ставки. Повысили за год аж 4 раза. Были планы продолжать повышать и в 2019-м, и в 2020-м. Но в 2019-м понизили, наоборот, ставки, потому что экономика начала показывать замедление, а в 2020-м, ну, вы знаете, что случилось, поэтому там ни о каком повышении ставки речи быть не могло. Что было в 2018 году, когда в Америке ставку повысили 4 раза? Этот год был худшим за всю историю наблюдений, по мнению аналитиков Deutsche Bank. Если говорить про то, как себя вел индекс S&P 500, то на начало 2018 года, и дальше мы возьмем конец 2018 года, пришла коррекция в 10%. Но в отдельные моменты S&P 500 показывал коррекцию и больше, чем 10%, когда в очередной раз повышалась ставка. Были коррекции и 15% по индексу NASDAQ, в отдельные моменты были коррекции и больше, чем 20%. Поэтому, когда начнется повышение ставки, конечно, это будет уже не просто болото замедления роста и какой-то невнятный ни рост, ни падение, а это уже будет полноценная коррекция. Из чего я делаю вывод, что сначала будет некоторая остановка роста, а потом уже начнется коррекция, когда ставку начнут повышать. И мы можем видеть коррекцию около 10% или, может быть, даже выше. Вот это то, к чему можно готовиться. А теперь главный вопрос, а когда этого всего ждать? Ответ на этот вопрос нам уже, в общем-то, дал глава ФРС в одном из своих последних выступлений. Он сказал, что ФРС смотрит на три показателя американской экономики. И как только они дойдут до нормы и там устаканятся, сначала отключится печатный станок, а потом будет приниматься решение по старту повышения ставок. Что это за три параметра? Первое – это рост ВВП. Второе – уровень безработицы. И третье – это инфляция. Какими они должны быть, чтобы мы говорили, что экономика стабилизировалась, и можно уже ожидать отключения станка и потом повышения ставок. И какие они сейчас? Ну, если говорить про то, какими они должны быть, то если мы посмотрим на то, какими они были к началу 2018 года, когда ФРС уже начал повышать ставки, и какими их называл глава ФРС в одном из последних выступлений, то, в общем-то, должно быть следующее. Рост ВВП должен быть хотя бы 3% в год. Хотя бы. Дальше. Инфляция должна быть хотя бы 2% в год. И третье – безработица должна быть 4-3,5%. Вот это параметры, чтобы признать экономику США стабильной. И это должно быть не в течение месяца, и все, сразу все отключается, и все повышается. Нет. Это должно быть хотя бы в течение квартала лучше двух. То есть, если в течение одного месяца это все будет достигнуто, то все равно за один месяц не произойдет резкая остановка станка и повышение ставки. Естественно, регулятор должен будет убедиться, что это достаточно стабильная ситуация. Она нормализовалась. Что сейчас? По итогам 2020 года ВВП США упал на 3,5%. То есть, минус 3,5%. Вместо плюс 3%. Так? Что ожидать? Международный валютный фонд ожидает, это пока только ожидание, что за 2021 год ВВП США покажет плюс 5%. То есть, есть шансы, что по ВВП ситуация нормализуется в течение 2021 года. Второе – безработица. Сейчас она где-то выше 6% по США. Это много для Соединенных Штатов Америки. Это где-то 6,3 примерно. И должно быть это 3,5%, ну максимум 4%. Конечно, за месяц, за два ситуация не нормализуется. И поэтому лучшее, что я пока вижу, это конец 2021 года. Если действительно вакцинация поможет, если действительно все опять выйдут в норму, если действительно начнется найм новых сотрудников, бизнесы выйдут из коматоза, то тогда действительно можно ожидать, ну вряд ли 3,5%, ну 4% до конца 2021 года. Но, конечно, это надо смотреть. И последнее – это инфляция. Инфляция сейчас 1,5%. Сейчас не надо завидовать. Но в Америке она действительно такая, 1,5%. И если мы говорим про потенциал разгона цен, то, опять же, нужно посмотреть на итоги вакцинации, на итоги снятия всех ограничений, когда уже полноценная экономика войдет в нормальное русло. Я полагаю, что это тоже конец 2021 года, когда можно будет говорить о том, что ситуация стабилизировалась. Где все эти показатели мониторить? Вы ежемесячно можете мониторить ситуацию с ВВП США, ситуацию с инфляцией и ситуации с безработицей на сайтах, точнее на одном сайте, ссылки на которые я даю. Я отдельно вам дам ссылку, где мониторить ВВП, где инфляцию, где безработицу, чтобы вам это все не искать. Три ссылки будут в описании к этому ролику. И вы ежемесячно можете их смотреть. И как только ВВП будет в годовом исчислении выше трех, как только инфляция будет 2, как только, соответственно, безработица будет 3,5-4, можно говорить, что уже надо отслеживать ситуацию и, возможно, выходить из акций, фиксировать прибыль для того, чтобы подготовиться к возможной коррекции. Моя теория о том, что сначала отключат станок и с каким-то лагом будут повышать ставку, потому что ситуация слишком неопределенная. Мои прогнозы, что до конца 2021 года станок остановит, а ставку начнут повышать, я думаю, не раньше, чем конец 2022 года, потому что все-таки регулятор США достаточно аккуратный и не захочет остановить восстановление экономики после такого серьезного потрясения, как коронавирус. Что делать? Ну, пока что в акциях вы сидеть можете, но ежемесячно мониторить эти три показателя. Как только будет норма, постепенно выходим, фиксируем прибыль. Боже упаси, пожалуйста, не заходите в длинные облигации любой страны. Длинные – это с погашением дольше, чем через 5 лет от сегодняшнего года. То есть 25-й год погашения – это просто предел, лучше, короче, потому что когда ставку будут повышать, длинные облигации испытают довольно серьезную коррекцию, они просядут в цене. Вы можете аккуратненько собирать урожай в 2021 году, переходить в среднесрочные облигации, не слишком краткосрочные, потому что если инфляция разыграется, краткосрочные облигации вам не покроют эту инфляцию. И дальше смотреть за ситуацией в США и, соответственно, понимать, что сначала будет сразу и станок, и повышение ставки, или, как я сказала, сначала остановка станка, потом повышение ставки. Но 2021 год должен стать годом сбора урожая на рынках акций. Не надо сейчас паниковать, сразу все срочно продавать, но вот вам три показателя, чтобы мониторить их на ежемесячной основе и постепенно, аккуратно, без паники, фиксировать прибыль, все собирать в среднесрочных облигациях и далее потом, когда начнется коррекция, вновь заходить в акции, но доля акций в вашем портфеле, конечно же, будет определяться вашей склонностью к риску, но и сроком ваших инвестиций. Поэтому не паникуйте, будем смотреть. Я буду обеспечивать вас роликами на этой теме, ну, я думаю, что не реже, чем один раз в квартал. Что вы думаете по этому поводу, когда вы ждете коррекцию и в чем вы предпочитаете ее ждать? Напишите мне об этом в комментариях. Я буду очень-очень сильно ждать. Если вам видео понравилось, как всегда, поставьте лайк или подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали.